Анекдот 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 Я смотрю, рыбаки есть. И большая рыба, глядя на маленькую, большие рыбы пожирают маленьких. Маленькая взгляда не отвела, говорит, да, но где мы их найдем? Я засыпился за слово маленькая и предложил ему анекдот, который придумал сам. Маленькая девочка сидит в песочнице, роет песок, никаких игрушек нет, она просто роет песок, веселится, радуется жизнение. Не-не-не, Ройля, зовут Таня, 35 лет, все. Лишь бы не работать. Он говорит, мужик прибегает с работы, кричит жене, Люда, накрывай на стол, вскрывай наш бар, возьми денег, купи продукты на весь пятиэтажный дом, я сегодня всех угощаю, Люда, я гуляю. Она, Тоник, повысили на работе, я тоже хочу порадоваться. Ну, говори, он, Люда, меня уволили с работы еще. А ты что, идиот? Остальных-то посадили, Люда. Я говорю, Саня, ну, во-первых, анекдот старый, а во-вторых, грустный. А я тебе отвечу коротким и динамичным, да? Муж приходит домой, жене, Люда, Люд, а я тебя извинил, он говорит, Вася, а я тебе тоже, он говорит, 1 апреля, Геннад, 3 июля. Саня, ну, 6 июля, кстати, международный день поцелуя. Мужик вышел покурить возле подъезда, вот, окно первого этажа открыто, он стоит и слышит там голоса. Один голос так, «А где наши глазоньки? А с чечки? А лобик? А пупик?» Второй голос, я не понял, у нас секс или инвентаризация? Я говорю, 8 июля, день любви, семьи и верности. Муж решил проверить жену на верность, возвращается на 2 дня раньше из командировки, своим ключом открывает дверь, врывается в квартиру, на балкон никого, под кровать никого, в шкаф никого, на кухню никого. А задача, она так смотрит на жену, она в ответ смотрит такие хитные, говорит, «Ну что, Сеня, придется самому!» Он говорит, «Я тебе отвечу, женщина живет сама, без мужа, зато 8 детей, и все пацаны, и каждого зовут Борис». Я говорю, «Ничего себе, а что так там?» «Ну что, сам посуди, Борис, красивое имя». Я говорю, «А как она их различает?» «Элементарно, по отчествам». Я зацепился за слово «Борис». Я говорю, «Дедушка, Борис Борисович Борисов пришел к врачу на прием. Врач говорит, «Отец, проблемы нет?» «Да нет, сынок, жена послала просто проверить организм, ТО сделать, техосмотр. Ей 25 лет, я любое ее пожелание выполняю сразу». «Ничего себе, отец, у вас разница, ей 25, вам 80». «Хм, не удивляйся, мы с ней, между прочим, маленького ждем. Дедушка еще, ого, ого, о, 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 отец, сядьте, посидите, отдохните, я вам пока историю расскажу. У меня знакомый, он охотник, он не пропустил ни одного сезона, они с ребятами поехали на кабанов. Ну, охотятся завтра, они сегодня сидят в палатке, выпили, вот, байки травят. Вдруг один мужик забегает в палатку, тоже охотник, говорит, «Ребята, кабаны узнали, что мы здесь первыми атакуют». Клин кабани идет на палатку, просто идет на палатку, говорит, «Чего ты нервничаешь?» Все хватает ружья и все на улицу. А мой друг, говорит, выпил больше всех, он зонтик схватил и с зонтиком выбегает. Дед говорит, «И что?» «Ничего, он же опытный охотник, а на него главный кабан прет, по иронии судьбы, хряк». Дед говорит, «И что?» Он скинул зонтик, прицелился, и нажал кнопку. Дед говорит, «И что?» «Ничего, кабан замертво». Дед говорит, «Да ну не может этого быть!» Врач говорит, «Так вот и я о том же, дедушка».